С нами ездил же оператор из Discovery, говорит, я не могу, что не можешь, не могу я коняшку кушать. Начинаем церемонию награждения государственными наградами и поочерениями Республики Татарстан. Указан президент Республики Татарстан за достигнутые успехи в области подводных исследований и большой вклад в развитие подводного спорта в Республике Татарстан. Медалью Республики Татарстан за доблестный труд награжден Шиллер Дмитрий Августович, председатель регионального агентства Республики Татарстан. АПЛОДИСМЕНТЫ Олимпиеву Владимиру Владимировичу Андронову Андрею Владимировичу Архипову Герману Андрею АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Астахову Максиму Владимировичу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мединину Георгию Борисовичу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Филиппову Андрею Николаевичу АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Государственные награды и поощрение Республики Татарстан вручены За подпоступок, который вы совершили и благодаря нашим лучшим автомобилям российского производства производства на вершине Лны поддержки КАМАЗа вы достигли той точки, куда надо было Я вот читал там Сергей Анатольевич мне присылал записки как-то все был обеспечен проезд в очень сложных погодно-климатических и тяжелых дорожных условиях вы достигли этой точки ну и наверное 59 метров погружены 59 метров 60 сантиметров то есть это максимальное подлёдное в общем-то погружение которое было в принципе и в общем-то до этого пытались это сделать на полярном круге к сожалению трагически закончилось это испытание вот и ну мы прошли этот момент а сложность наверное в глубине или в температуре а совокупность факторов и самое сложное то что в общем-то если даже что-то происходило расчет должен был быть стопроцентный потому что ни барак доставка ни барагами ничего не было возможности это особенность подводной исследовательской деятельности кушайте ребят кушайте вы же сегодня только при Ленинге только вот с поезда прямо к вам ну КАМАЗ зарекомендовался вы знаете на самом деле вот хотелось бы сказать что сегодня не вся команда здесь и мы бы естественно хотели вот сейчас использовать такую уникальную возможность поблагодарить и КАМАЗ и представительство КАМАЗа особенно Али Гильдимовича Кореева человека который в Магадане в Магадане да это он сам с вами поехал он не просто сам поехал он в буквальном смысле слова вспоминая всех матерей на свете протаскивал КАМАЗ за собой в самых сложнейших местах то есть стоя по пояс в воде то есть 45 градусный мороз то есть он сказал так ты нырнешь я говорю если ты пробьешься я нырну он говорит все тогда отдыхай я пробиваюсь готовься это человек уникальный человек логистика КАМАЗа восхищает мы ныряли четвером водолазный специалист которого мы привлекали то есть это Александр Губин он из Вологодской области то есть у нас еще подготовка опять-таки из-за нехватки оборудования у нас еще нет стопроцентной укомплектованности отряда вот мы ныряли четвером с Александром Губином мы ушли на глубину ребята страхующие нас встречали страхующие нам нужны и были необходимы для того чтобы они заходили после нас и ждали нас на глубине 30 метров а так как мы уже замерзали и руки не работали мы не могли переключаться на некоторых глубинах уже газ отключить и переключить и они снимали переключали нам газы чтобы мы могли выставить режим декомпрессии провести вот и это была их задача и после того как они убеждались что у нас все в порядке они выходили на поверхность и уже на поверхности опять таки встречали так как было очень большое перенасыщение и плюс еще одна сложность с которой мы столкнули это высота над уровнем моря 1030 метров но проблема как раз была в том что большое перенасыщение по азоту не позволяло нам сразу даже двигаться после того как мы выходили поэтому нас буквально в смысле слова на руках поднимали раздевали вы как космонавта вот пролетает совершенно верно совершенно верно эти мы уникальны были эти эксперименты и мы проводили ряд в том числе экспериментов для агентств сколько человек до 50-50 два человека два человека это я и Губин Шиллер и Губин который из этого да с Вологды да с Вологды да с Вологды Вологды и масло масло которое кушают да 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 вот ну я надеюсь мы его все таки перетащим сюда вот как он очень хороший профессионал сейчас я с ним разговариваю говорю что ты там себя делаешь приходи отряд здесь а ты там не серьезно а где вы базируетесь где у вас мы сейчас находимся в молодежном центре Акбарс вот на базе этого бассейна да 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 вот там тренируемся и когда мы заняли первую медаль золотую иностранцы нам тоже задали этот вопрос а где вы находитесь где вы тренируетесь я если честно не совсем понял у меня не совсем идеально английский я говорю как где в Казани они говорят нет нет ну где тренируются чемпионы я говорю Казань Татарстан это самое молодежный центр Акбарс нет 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 вы не поняли на море где я говорю да нет Казань тренируемся в бассейне и очень бы хотел еще добавить что вот как раз КАМАЗ да вот когда мы прорвались вот эти перевалы даже местные старожилы они говорили что нет невозможно пройти и мне очень импонирует как раз позиция Олега Гильдимовича он когда выслушал его что тот ему говорит нет через перевал не пройдем и как мне потом ребята рассказывают кто не пройдет мы не пройдем они там готовы а мы не пройдем ты рот закрой и дорогу показывай и в общем прорвался он через этот перевал шел он 30 километров 20 часов пробивал вот то есть такая была причем вообще они до полтора стравили колеса вот я считал вот то есть у них даст для гоночной машины это нормально можно но для стандартной машины это очень да 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 он может двигаться только на первой передаче чтобы не прокрутить это надо очень аккуратно что ну Галяевич ну еще вот этим экспедиции и нашей победой в Чили мы доказали что КАМАЗ способен работать в разнице в 100 градусов нет проблем КАМАЗ пройдет плюс 40 минус 60 мы из Чили переехали в Аймекон и там и там справились самое главное то что вот мы сказали на международной пресс-конференции которая была мы сказали можно говорить о чем угодно но вот есть вот богом данный угол да вот он полюс холода почему-то туда никто не идет а КАМАЗа прошли взяли и прошли в рабочем формате стандартные машины утепленные только это стандартные он же если бы специально вот дакаровский был это что сказать классический автомобиль северный вариант вот и такой вот в общем-то такой природный полигон по которому отработали ребята на 100% на самом деле дело нужное тем более вы можете создать так мировые события то есть прецедент это мировые события где Татарстан представлен своими автомобилями может быть еще какие-то там вещи это же тоже хорошая пиар реклама ну и для России сегодня очень важны важны позитивные вещи которые россияне достигают это все время пытаются показать нашу страну какими-то или недоразвитыми или какими-то агрессорами мирные люди мы не хотим больших достижений нет в этом вопросе мы абсолютно амбициозны и мы в общем-то наш проект мы его назвали проект рекорды России он вышел из того что было 27 рекордов России и в общем-то о них никто не знает но есть 4 рекорда которые на всех остальные страны расплюлись они все знают что надо у нас по ТНВ про этих ребят по эфиру по это рассказать ведь многие не знают даже те рекорды которые рассказали про каждый рекорд может быть через наши школы мы же мы же должны своих людей спортсменов там вы аквалонисты про КАМАЗ вот тоже какие-то передачи патриотические в школах хорошие позитивные моменты не хватает у нас позитива даже то что у нас есть мы не показываем я думаю это хороший опыт у нас еще есть очень хороший опыт работы с молодежью мы ребят которые спортсмены которые занимаются у нас в секциях на лето устраиваем в подводно-следовательские экспедиции и в экспедиции то есть допустим в Булгарии два года назад они поднялись под воды керамики 13 века то есть и вот наши коллеги как раз и здесь сначала было такое недопонимание зачем им мальчишки и девчонки нужны в этих экспедициях но сейчас когда они увидели что это в общем-то потенциальные люди которые идут к ним же в институты и самое главное и у молодых людей эти стереотипы ломаются я вот рассказывал много раз но это интересно когда двое молодых мальчишек сядут и говорят слушай а ты знаешь что там дядь Саша доктор наук за то что вроде нормальный мужик вот и когда вот эти стереотипы меняются вот сегодня тоже у нас два наших юнги которые в общем-то были с нами 17-летние один в училище МВД в другой в училище ФСБ уже в общем-то задачу ты решал как бы обеспечение когда дядь Дима погружались наша команда погружалась мы как бы помогали вот сверху и холодно было? холодно Руслан Мугайлович а они бойцы? нет, нет ну знаешь даже вот постоять рядом и это уже героизм еще раз хочу поблагодарить вашу, вашу команду поблагодарить КАМАЗ лично Сергея Анатольевича передать ему слова благодарности мы сейчас найдем форму как и в СМИ и в специальную передачу о сексиях то есть вот ваш поступок он должен дать какой-то сигнал нашей молодежи вот такие же люди наши достигают вот таких поступков я думаю вот такой пример он будет очень позитивный Рустам Мугайлович разрешите нам подарить его флаг отряда я бы хотел сказать что этот отряд родился в республике Патарстан что этот отряд надо что с ним надо что с ним надо если папа спите это все надо что с ним это все она 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 куда ее поставить она где была она вообще была да шишник можно где ее продать на основном здесь что-нибудь сделаем да вот так ладно Продолжение следует...